Ичирусан, разве начальство не будет злиться после? Ерунда, за начальницей Сирс должок. Как так? Когда она была маленькой, я спасла её от забияки. О, как? Я просто прекратила её чморить. Всем привет, вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить РСАЮ Фантомный Трэгер. Лайки и комментарии под этим видосом, ну и погнали! Или, может быть, они до сих пор не признают эту учительницу одной из нас? Там, короче, если кто забыл, училка встряла. Взяла сумку с оружием. Идиотка! Только всё, что ты говоришь, дурно попахивает. В любом случае, у вашего классного руководителя сейчас неприятности. Что будете делать? Это паршивая ситуация. Неважно, что мы сейчас решим. Такими тампами она не вернётся домой целой. Возникнут ли у нас проблемы, если она не вернётся? Конечно, мы наконец нашли учителя. Нам нужна замена. А если мы просто сообщим в полицию, и они займутся этим? Погоди, если мы это сделаем, то этот инцидент сразу просочится в СМИ. И начнётся суматоха. И кроме того, парни из штаб-квартиры ни за что не будут болтать о сотруднике СИРС, похищенном преступной группировкой. Они не допустят, чтобы это куда-либо просочилось. И не будут просить помощи у полиции. Честно говоря, эта информация была передана только небольшому количеству агентов и высшему руководству в ИЧГАе. Так что штаб от нас хочет? Они, как обычно, ничего не скажут. Как только у нас появляется информация, мы решаем, что делать. Вот так вот. Значит, из-за штаба никаких приказов? Уничтожьте банду Хитаёши, будьте добры, чёрт возьми, но если вы провалите операцию, то вся ответственность на вас. Это, по сути, всё сообщение. Так что, спасём её? Или оставим и найдём другого классного руководителя? Есть ещё один фактор, который нужно учитывать. Её спасение не бесплатно. Нужно подумать, стоит ли она тех рисков, связанных с этой миссией. Я так полагаю, с этого всё и началось. Да. Если у нас есть выбор, то я даже не хочу думать о том, чтобы оставить её в беде. Мы точно пожалеем о том, что они спасли её, особенно потому, что она невинная. Если мастер хочет спасти её, давайте спасём её. Ты всегда так говоришь. Только ты не хочешь? Я этого не говорила. У меня о ней не сложилось особенного мнения, так что мне всё равно, что мы будем делать. Тогда давайте вызволим её. Кстати, почему? Если мисс Ари Сака не вернётся, у нас будет новый учитель. Не так ли? Стоит ли начинать всё заново? Сперва ненавидеть, не зная, будет ли это человек хорошим. Я понимаю, о чём ты. Это было бы неприятно. Но с чего ты решила, что я бы кого-то с самого начала просто так ненавидела? Меня это бесит. Мурасаки, что думаешь? Меня устроит любой вариант. Если вы решите всё же спасти её, то поторопитесь, я начинаю засыпать. Ребята, я не против обсуждения, но что же нам делать? Ну давайте быстрее. У нас не так много времени. У нас пока нет никаких доказательств того, что личность мисс Ари Саки была раскрыта. Если они узнают, что она была связана с Ичигая, банда Хитаёши избавится от неё в одно мгновение. Затем просто исчезнет. Если хотите спасти её, то впрыгивайте в снарягу или будет поздно. Да, это подводит нас к последней дилемме. Мы могли бы попробовать более осторожный, но гуманный подход. Однако это не согласуется с нашим планом по освобождению заложников. Чем больше времени нам потребуется, тем меньше у неё шансов на выживание. Нам нужно будет быстро ворваться в логово врагов и уничтожить их и всех сразу. Все согласны? Слушай, твой отряд головорезов не из самых умных. Они могут следовать только одному приказу. Говоришь им убить кого-то, они в итоге убивают всех. Однако в этот раз я не против. Убейте их всех. Ичирусан, разве начальство не будет злиться после? Ерунда. За начальницей серс дал жёк. Как так? Когда она была маленькой, я спасла её от забияки. О, как? То есть сейчас самое время об этом говорить? Я просто прекратила её чморить. Ааа! Что? О! Ха-ха-ха-ха-ха! Дарбас! Спасение! Ааа, ясненько. А ещё я помогла ей, когда... Одна сука попыталась помешать ей стать главой серс. Хватит, ты ужасная! Точно. У вас есть три часа, чтобы завершить миссию. И вернуться на базу. Если это займёт больше времени, то вам придётся прервать задание. Понял. Ну что ж, всё. Всё, я выдам вам разрешение на огнестрельное оружие. Забирайте их. Сначала фукамире рано. Да, мэм! Эм, уоу! Красная карта? Ограничение на огневую мощь? Его нет. Джекпот! Всё, стреляешь из чего хочешь! Это почти так же круто, как ешь и сколько влезет! Следующее. Икоми Мурасаки. Да, мэм. У нас нет времени. Спускайтесь в подвал и держите ваши карты на готове. Я подготовлю автобус. А, я могу добраться с ума. Продолжайте без меня. Просто скиньте мне карту. Не нужно паниковать, но не балуй... Не балуйтесь. Если мы провалим эту миссию, потому что у нас не хватит времени, я буду недоволен. Понятно? Да! Двадцать ноль ноль. Академия Мехама. Окей, в очередь, если у вас уже есть ваша карта. Первая. Икома Мурасаки. О, Мурасаки, нам возьмёшь моё оружие и ниндзя, как обычно? Как только отметишься и пробьёшь свою карту, распишешься в журнале оформления. Хорошо? Вооружена и готова. Точно. Следующая тока. Что будешь использовать сегодня? Хм? У меня нет времени на регулировку, поэтому подойдёт 40... 417 гим, который я использовала ранее сегодня с подходящими боеприпасами. Вооружена и готова. Что насчёт твоего пистолета возьмёшь с собой? Ого, возьму. Чисто на счастье. Эй. Только не хочу читать нотации, но с этой штукой нужно быть осторожнее. Если не хочешь читать нотации, то лучше промолчи. Я беру его. Ладно, хорошо. Следующая, Крис. Всё нормально. Мне не нужно оружие. Закройся, дура. Как будто ты куда-то пойдёшь без него. Разве мне нужно оружие, даже если я не покидаю машину? Если ты не будешь из него стрелять, то просто вернёшься обратно с благодарностью, что оно тебе не понадобилось. Поняла. Я также получила разрешение опробовать разрывные снаряды, поэтому я бы взяла их тоже, пожалуйста. Я знаю те, которые ты сделала сама, да? Погоди секунду. Спасибо большое. Вооружена и готова. Следующая, Рена. Не хахакай мне тут! Чего ржаш? У тебя есть задание, да? Соберись! Мне Игнис и Сыдьё. И три стополь. Можешь взять оружие, но у тебя будет только 39 разрывных патронов 45-го калибра. И 10 410-го калибра. 410-го, 41-го? Боже! Погоди, это совсем немного. Что насчёт моей красной карты? Безлимитная огневая мощь, так ведь? Это разумно, учитывая количество врагов. Скольких ты планируешь убить? Что? Это просто разорвные. Что насчёт моих особых боеприпасов? Тупица! Ты что, хочешь, чтобы поле срикошетелей попали в заложника? В любом случае, ты что, серьезно думаешь, что у меня тут склад подходящих боеприпасов, которые никто больше не использует? Ты серьезно хочешь превратить то место в швейцарский сэр? Обормотина! Я тебе не помогу, когда придёт группа зачистки, поняла? Мочон! Не называй меня Мочон! Для тебя я мама... Для тебя я Мамото-сан, девчонка! Что? Вы меня расстроили. Если тебе не нравятся боеприпасы, которые я для тебя приготовила, то тебе не обязательно их использовать, знаешь ли. Я их возьму, возьму! И использую по назначению. Прекрати поясничать и иди уже! Все остальные уже вышли! Опоздываешь рано! Виновата! Все уже переоделись! Ты не могла бы поторопиться! Боже! Ладно, думаю, это не столь важно блюрить. А? Немного жмёт! О! Это новый бронежилет? Ага! В старом были дырки, так что мастер купил мне новый! Классный, правда? Он сказал, что мультикам мне идёт! И он сказал мне надевать его каждый раз, когда я выхожу на задание! Мультикам? Бри! Ты всё равно носишь униформы сверху, так что расцветка не имеет значения! Только ты не понимаешь, да? Важен не подарок, а внимание, ясно? Пожалуйста, рано! Моё сердце обливается кровью каждый раз, когда в тебя попадает пуля на задание! Пожалуйста, я тебя умоляю! Носи это под одеждой ради меня! Что? Что? Но я выгляжу толстой в нём! Я не хочу одевать его перед вами, мастер! Вообще-то надевать правильно! Ты совсем не выглядишь толстой! Всё, что ты одеваешь, хорошо на тебя смотрится! Смотри, я купил тебе бронежилет! Потому что подумал, что он тебе пойдёт! Что для меня правда? Конечно же, не хочешь примерить для меня! Но! Я хочу увидеть тебя в нём! Ты не хочешь мне показаться? Что же, если вы настаиваете, мастер? Как я и думал, мультик, амди истовительно тебе идёт! О, как же ты очаровательна, Фукамирена! Ты лучшая! Примерно так всё и произошло! Так что это мой новый бронежилет любви! Самый любимый! Кажется, этот рассказ немного приукрашен! Я не лгу! Да мне всё равно, твой любимый он или какой-то ещё! Разве униформа недостаточно хороша? Она более непробиваемая, верно? Униформа хороша, если стреляют только из пистолетов, но она не остановит пуля из винтовки! Это только доказывает, насколько мастер беспокоится о моём благополучии! На самом деле, всё довольно просто! Если тебя ранят, потому что не надел бронежилет, и жизненно важные органы не были должным образом защищены, страховка компании не покроет лечение! Да ладно, поэтому?! Это безусловно правда, что мы должны соблюдать правила честного медицинского страхования, поскольку мы не имеем права на национальное медицинское страхование! Я думаю, что Харуто-сан просто беспокоится о тебе! И он сказал, что из-за него ты совершаешь безрассудные поступки! Правда? Это испугало меня! Мой энтузиазм был готов вот-вот иссякнуть! Как заноза в жопе! Хорошо, что снайперам не нужно носить бронежилет! Правда? Снаряжение снайперов не изменялось со времён Корейской войны! Можно носить его, если хочешь, но никто не скажет ни слова, если не будешь! Уху! Я закончила подготовку! Я пойду первой! А, подожди! Я иду тоже! Почему? Сегодня ночная миссия! Так что тебе будут нужны... Глазные капли, да? Ты в состоянии принять их сама, не замаравшись... Ты в состоянии принять их сама, не замаравшись, Муросаки! Поняла! Я подожду минутку! Я готова! Пойдём? Ага! Тогда мы пойдём первыми! Конечно! Не стоит ждать! Ты тоже поторопись! Сколько тебе ещё надо, чтобы переодеться? Я должна ещё накраситься, так что... Не стоит меня ждать, только я мигом вас догоню! Обычно ты всегда ходишь без макияжа, но наносить его, когда идёшь в бой... В этом кроется какая-то причина? М? Мне будет стыдно, если я умру, и мой труп будет выглядеть уродливо! Да кому какое дело? Не то, чтобы ты могла ощущать стыд или ещё какую-то срань, когда ты мертва! Нет-нет! Мне было бы стыдно не за себя, а за мастера! М? Я имею в виду, мне всё равно, что люди говорят обо мне! Но я не смогу вынести, если он будет расстроен! Люди могут смеяться, говоря что-то вроде такого! И эту рожу он держал всё время при себе, лол! А? Ну, в этом что-то есть! Может, мне тоже стоит накраситься? Я ничего не могу поделать с такой лошадиной мордой! Как у меня! Но ты выглядишь мило даже без макияжа! Кроме того, если ты красишься в молодости, то портишь свою кожу! Ты знала, что естественность на самом деле более привлекательна? Интересно! Это правда, что парни, которые говорят, что женщины выглядят лучше без макияжа, на самом деле никогда не видели женщин без макияжа? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! И то правда! Хорошо, я пошла! Окей, давай спасем нашу учительницу! Рана, скажи! Что? Что тебе в ней нравится? Ты ставишь меня в тупик! Но я бы сказала, что она чем-то похожа на мастера! Как? Не внешне! Просто, знаешь, думаю, как будто они на одной волне! Мол, даже если я рассказываю о чем-то совершенно скучном, они все равно выслушают меня! И они расспрашивают меня о разных вещах, чтобы попытаться понять меня! И помнишь то время, когда я и Мурасаки были увлечены той мобильной игрой? А, та, где ты выращиваешь кошек? Мастер сказал мне, чтобы я показала ему ее! Хотя он не очень увлекался видеоиграми! А когда показала, он очень внимательно слушал! Я спросила его, зачем ему это? Ведь ему неинтересно! Он сказал, что так нам будет о чем поговорить вместе! Мисс Ари Сака такая же! Несмотря на то, что она не интересуется оружием, она все же просит меня рассказать ей о нем! В наши дни таких учителей просто нет! Она не просто проводит наши уроки, но и пытается с нами познакомиться! На самом деле, нет никакого смысла ввязываться в это задание! Если все это время мы просто скрываем свое истинное я и отказываемся сделать все возможное, чтобы спасти ее! Говоришь, размазывая макияж по лицу! Ха-ха! Ты совершенно права! Оль! Ну и ладно, я пошла! Это все, что ты у меня хотела спросить? Достаточно! Достаточно! И что это было? Ладно, не важно! Мне тоже стоит поторопиться! 21.35 Якогама! Шоссе Якогама! О, что за чувства! Тойот! Только не эта старая песня! Перестаньте баловаться и будьте серьезными! Почему-то и раны ведете себя так беззаботно! Я не дурячусь! Меня уже достаточно обеспокоен! Замерзнешь, если будешь сильно переживать! Так что лучше всего оставаться в хорошем настроении! Что? При чем тут это? При чем тут замерзнешь? Блин, походу тут что-то не так перевели! И где Рана, кстати? Она была одета, когда я уходила! Разве она не должна быть в скором времени здесь? Мы засекли движение Рана-сан! Проследить за ней по системе! Можешь рассчитать, сколько... Можешь рассчитать, сколько времени ей понадобится, чтобы догнать нас? О, и если свяжешься с ней, подключи нас к ней, ладно? Поняла! Таната-сан? Да? Можешь отследить сигнал отличного устройства Фукамираны? Да, я отслеживаю ее прямо сейчас! Эта девочка совсем идиотка! Что ты имеешь в виду? Она движется в противоположную сторону или что? Нет, не совсем! Она приближается с огромной скоростью! О, боже! У меня нет необработанных данных, но исходя из имеющихся кадров камер наблюдения, она несется так быстро, что на камерах виден только хвост мотоцикла! Серьезно? Зарегистрируй мотоцикл Фукамираны в системе, как машину скорой помощи! Оттверждаю! Разве полиция не будет пытаться догнать ее на такой скорости? Разве у нас не будет проблем, если патрульная машина перехватит ее на выезде? И где Рена? Ну, во всяком случае, она едет за нами! Включить голосовую связь? Да, пожалуйста! Кабам! Кажется, она проехала мимо! Я хочу уточнить! Вы абсолютно уверены, что эта девчонка не полная идиотка! Эй, Рена! Вернись назад! Ой, мастер, вы где? Не оставляйте меня! Это ты проехала мимо нас, дурочка! Сбрось газ! Что? Ты слышала меня? Притормози! О, вот вы где! Блин, вы такие улетки! Вы поехали есть Роман без меня? Черта с два! Теперь, когда все в сборе, проведем инструктаж! Окей, но это будет уже в следующий раз! А на этом сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр! И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!